Здравствуйте, друзья! В эфире канал Нью-Рашворд. С вами я, Юрий Гемельфарб. И сегодня у нас в гостях замечательный человек. Это писатель, философ Михаил Иосифович Веля. Здравствуйте, Михаил Иосифович. Здравствуйте, господин Гемельфарб. Рад приветствовать всех наших зрителей и слушателей. Здравствуйте. Михаил Иосифович, у меня к вам вопрос немного философский и, возможно, он покажется странным. Вот он касается нынешней войны в Израиле и ситуации вокруг него. Вот обратите внимание, что происходит. А происходит следующее. Это первая война в новейшей истории Израиля, которая длится так долго. Обычно все войны Израиль заканчивала быстро. И у меня начинает складываться странное впечатление, что собралась критическая масса, мель пардон, идиотов. Откуда столько идиотов, что народ поглупел? Как вы считаете? Знаете, большое спасибо. Вопрос это проблемный. Вопрос это комплексный. Вопрос это очень глубокий. Пять лет назад вышла у меня книга «Еретик», о которой я совсем недавно говорил на канале «Континент ТВ» у Игоря Цесарского, уважаемого, которому я благодарен за многолетнее знакомство. И повторяя, что американские евреи, конечно, давно должны были огрести за свою левую демократическую, в общем, антисионистскую и даже антиизраильскую деятельность. И почему в основном евреи с тех пор, как в новые времена пошли гражданские права для всех евреев, появился социализм в девятнадцатом веке. Евреи всегда были склонны к социализму и вообще всем левым движениям. Там, я говорю, с Израилем ситуация, на мой взгляд, интереснее. Интереснее настолько, что у меня давно были записи некоторые на эту вот тему. И, конечно же, главный вопрос – это вот откуда столько, вы понимаете, идиотов? И первое, что вспоминается – кого боги хотят покарать, того они лишают разума. Вот мы попробуем разобраться, сколько истины вот в этом древнем утверждении, которому примерно, это из области крылатых фраз, примерно это 25 веков. Точнее, сказать кто как, я сказать совершенно не могу, данных не имеется. Вот на этот вопрос мы и попытаемся ответить. И вы знаете, здесь вот с чего началось всё в Израиле. С того, что правительство Интиньягу объявило о намерении провести реформу в сегодняшнем соотношении властей судебной, законодательной, то бишь парламента, то бишь Кнессета и исполнительной, то есть Совета Министров. И сразу возникло сильнейшее противодействие. И люди, которые против, утверждали, что они не допустят диктатуры и сохранят демократию. Много раз я ставил элементарный вопрос. Скажите, пожалуйста, считаете ли вы, что в 1948-1993 годах до судебной реформы Аарона Барака в Израиле была диктатура, да или нет? Ни разу я не получил ответа на этот вопрос. Говорили всё, что угодно про птичку, про судей, про уважение, про компетентность. Но на вопрос, считаете ли вы, что в 1948-1993 годах в Израиле была диктатура, ответа не дал ни один протестующий, протестующий против того, чтобы соотношение трёх ветвей власти вернулось к положению до 1993 года, когда богатств не подмял под себя всё и со своим судебным активизмом не начал диктовать всё. Вот здесь вот и надо понять, а это как? Это что? Это когда одна ветвь власти подминает две других? Это называется демократия? Скажите, пожалуйста, власть законно избранного и всеми признанного парламента страны, победившего в результате открытых, равных, прямых, честных выборов – это диктатура? И тогда начинаются песни про то, что, как сказал один урод недавно, я меньшинство, теперь я меньшинство, кто меня защитит, кроме богатств? Я меньшинство означает, победили сторонники другой линии партии, и теперь я, значит, меня должен защищать суд, потому что иначе со мной будет чёрт знает что. Как можно дойти до такого бреда? Когда говорят, что это всё чёрное, это всё пейсатые, это ради них будет государство, это мы подчиняемся им. Хотелось бы сказать первое. Я никогда не был религиозным и не являюсь им сейчас. Я совершенно далёк от изучения закона. Но мне понятно, как должно быть понятно, любому умственно нормальному, человеку среднего ума, человеку, это было понятно, что, простите, вот эти самые чёрные пейсаты в течение двух тысяч лет умудрились сохранить еврейский народ. Вот не вы, которые во времена светской жизни евреев ассимилируетесь стремительно, и я в том числе, а именно они две тысячи лет хранили эту нить. Если вы намерены эту нить порвать, уничтожить, зарыть в землю, больше еврейского народа не будет. Если это ваша цель, так прямо и скажите. Если вы этого не понимаете, то кушайте рыбу и запивайте водкой. Может быть, вы поумнеете. Говорят, это полезно для мозгов и помогает от склероза. И почему, значит, блокируются с Харидим? Потому что левые партии ни за что не желают входить в блок с правыми, но зато они чудесно входят в блок с арабской партией, только бы победить. Разговоры о том, что арабы наши братья, друзья и помощники, это всё для умственно отсталых. Арабы граждане Израиля, прекрасно пользуясь всеми правами, а также некоторыми привилегиями, которые сегодня имеют арабы над евреями Израиля. Ну, при поступлении в вузы на работу, то-сё, хотели бы иметь всё то, что имеют, но при этом, чтобы в Израиле не было евреев. Это совершенно понятно. Это так же, как социалисты с коммунистами. Они бы хотели иметь всё, что у них было при капитализме, только чтобы не было капитализма. Они хотят молоко, но не иметь коровы. Это что касается, понимаете ли, арабских братьев, но мы сегодня говорим, и они совершенно не об этом. Вот давайте представим себе, что вот Господь Бог вдруг явился вам или мне, или кому-то другому, и сказал, что, ты знаешь, рук у меня, кроме твоих, нету. Но вот я вижу, что ты действительно болеешь за эту страну и народ. Можешь ты сказать мне, мне, вот и не боясь ничего, что на твой взгляд нужно сделать, чтобы в Израиле было хорошо. И учти, для меня невозможного нет. Для создателя нет невозможного. И тогда, если это представить вопрос первый, вот если мыслить на этом уровне, в государстве, которое осталось после делёжки территории, отведенной для Израиля на Транс-Иорданию, которая называется просто Иорданией, куда вошло 60% территории, отведенной под государство евреев, а вот другая часть от той самой реки Иордан до того самого моря Средиземного принадлежала бы евреям, чтобы арабов там не было вообще. Вот если бы на этой территории не было ни одного араба, не было бы никаких вот этих вопросов. Ну, относительно роковой ошибки, и это сделано ещё во времена борьбы за независимость, во времена Голдемер и так далее, что скажите им, пусть они не уходят, мы все вместе будем строить социализм. Ну, бывает, да, да, да. Но если бы не было арабов, то всё было бы спокойно. Второе, чтобы не было никаких явно внутренних и народных элементов, потому что и когда заходит речь о нелегальных мигрантах, когда заходит речь о братьях из Африки и тому подобное, никогда полной абсорбции и вот полного взаиморостворения не будет. Вот эти вот безумства с уродом, в которого попала трикошетившая пуля, и потом перекрытие шоссе, вскакивание на автомобили и так далее, вот в такие моменты я думаю, что да, вот в африканских государствах в таких случаях полиция действует иначе. То есть там молотят палками так, что страшно смотреть, даже по телевизору, по телевизору очень редко показывают. То есть этих людей в Израиле не должно быть. Далее что нужно? Чтобы была могучая страна, чтобы было справедливое государство, чтобы была могучая армия и чтобы был мир. И вот если предположить, что неким мановением в воле Божьей это произошло, то тогда будет все хорошо. Но поскольку вот так просто мановением в воле Божьей ничего не происходит, то мы должны посмотреть, это очень просто, что вообще в силах человеческих сделать, ну, чтобы было получше. И первое. Солдат, который воюет с врагом, всегда прав. Любые попытки, в чем бы то ни было, обвинять, ограничивать в правах, фельмовать солдата, который борется с врагами Израиля, это попытки изменников, это попытки государственных преступников, это попытки негодяев. То есть солдаты захваченной у врагов мечети решили озвучить иудейскую молитву. Это не является ценностями цахала. Простите великодушно. Они могут ее взорвать к черту и сплясать танец на камнях, которые останутся. Потому что только мерзавцы, лицемеры, люди, ничего не понимающие, могут требовать от солдата такого гуманного и толерантного отношения. Армия – это сторожевой пес, который рвет на части тех, кто пытается покуситься на охраняемый им дом. И никак иначе. И вообще уничтожать боевой дух в солдатах – это государственное преступление. Можете попробовать угадать с трех раз, кто год за годом совершает эти преступления. Вместо того, чтобы зарывать в землю врагов, начинает приставать своих солдат. Какие-то идиотские, понимаете, выдвигаются аргументы типа «Если они поедут на Запад, их могут там арестовать». А если от солнца оторвется кусок и упадет тебе на голову. Что это за кретинизм? А если Организация Объединенных Наций принимает 1500-ю резолюцию, осуждающую Израиль, то что? Так что вот это момент первый. Момент второй. Соль Израиля – это, разумеется, поселенцы. Это, простите великодушно, не колбасная цивилизация, когда люди поехали за лучшей жизнью, а это те, кто бросили свое насиженное место, свое комфортабельное жилье в своих безопасных странах и начали возделывать ту самую почву Израиля, которая что из себя представляет, любой израильтянин знает лучше, чем я. И все, что должно быть сделано, это всемирная и всесторонняя поддержка поселенцев. Поселенец всегда прав. В случае какого бы то ни было конфликта поселенцев с арабами, поселенец всегда прав. Любое ограничение поселенцев в действиях или в словах – это государственное преступление, потому что именно такие люди 150 и 100 лет назад ехали в Палестину делать страну, а не та, простите, пожалуйста, зажравшаяся сволочня, которая сидит в мягких креслах и рассуждает о гуманизме. А потом, потом начинается то, что начинается всегда, когда вот эти уроды, сидящие в мягких креслах, вызывают волну, которая сейчас идет по всему Западу, по всей Западной Европе, по всей Америке. Смерть Израилю – смерть Америки. Это вот такие уроды, все подготовили. Вы знаете, я знаю некоторых из этих людей, я хорошо знаю некоторых живущих в Германии, в Англии, в Штатах, со своими кретинскими, левацкими взглядами, которые в свое время говорили, что это исламофобия, этот фашизм, это нетерпимость. Одна из этих тварей, между прочим, благополучно жила в арабском квартале не потому, что он обожал арабов и ислам. Он же не поехал в Ирак, или в Египет, или в Сирию. Он поехал в Германию. А в арабском квартале просто все дешевле. Поэтому он так поселился. Я надеюсь, что кто-нибудь даст ему по морде. Может быть, поможет, я не знаю. А может быть, он перейдет в ислам. Все может быть. Понимаете, какая история? Любые суды должны поддерживать израильских евреев против израильских и в автономиях арабов. Исключительно. Потому что арабы стоят за арабов всегда. И в случае какого бы то ни было конфликта, что бы ни было, арабы против евреев за арабов всегда. И вот к ним присоединяется суд Израиля против тех же самых евреев на стороне арабов. То есть это поощрение террора. Это поощрение ненависти. Они все что? С ума сошли? Да, более или менее. Далее. Нетрудно понять, что весь Израиль это прифронтовая полоса. Размеры страны таковы. Особенно ширина страны такова. Сейчас это все не первый месяц и даже не первый год. Достается ракетами настолько, что весь Израиль прифронтовая полоса. вопрос об ограничении населения на право иметь оружие, этот вопрос может быть поставлен только негодяями и врагами Израиля. То есть любой человек, который никогда не состоял на психиатрическом учете, психически абсолютно здоров, который никогда не имел никакого криминала, причем это не тот криминал, когда он дал по морде арабу или другу еврею, а тот криминал, который действительно какое-то преступление. А то уже, понимаете, стараются шить преступление из-за ящика шампанского и коробки сигар, которые один подарил другому. Вот. Эту фигню мы оставим в стороне. Если он никогда не совершал преступления, если он никогда не находился под следствием, если он умеет обращаться с легким стрелковым оружием, короткостволом в первую очередь, а штурмовой винтовкой также, имеет право на свои деньги приобрести любое это оружие и хранить его у себя, может быть введен закон, по которому он может иметь дома сейф или что-нибудь в таком духе. Теперь представьте себе, что 7 октября закон о владении оружием и хранении оружия в Израиле соответствовал бы швейцарскому. Швейцария сколько веков уже не воюет. И вот в Швейцарии все мужчины служат в армии и уходят в запас с оружием. И это оружие хранят дома. И в случае тревоги они со своими автоматами являются на сборные пункты. А здесь люди, которые лишили поселенцев, жителей, которые пострадали рядом с газой, которые были убиты, все эти люди должны идти под суд и караться очень жестоко, потому что эти люди убийцы. Люди, которым хватило ума девочек у экранов, на пункт слежения, оставить без личного оружия, должны идти под суд и караться жестоко. И сейчас эта история повторяется. Это не имеет никакого рационального объяснения, потому что это акт, который могут приветствовать только враги Израиля. Только те, кто убивал евреев 7 октября. Это прекрасно, когда враги не волны. Все эти майсы, их будет защищать армия. Террористы не спрашивают, когда придет армия. Особенно, когда она приходит через пять часов. Это отдельная история. Потому что, что касается 7 октября, разумеется, главнокомандующий, командующий округом и начальник разведки должны идти под трибунал. Совершенно. Потому что вот это многочасовое бездействие, это военное преступление, вы с ума сошли? Они все себе наработали на огромные сорока. А здесь, понимаете, еще один из них решил, что будет создана комиссия, и мы сами будем ее главы. Ну-ну, Плеса будет расследовать, сколько она съела в курятнике. Что это такое? Вопрос, каким образом населению не позволяет вооружаться? Каким образом военнослужащие, где бы они ни были, могут нести службу без личного оружия? Я вам дам ответ. Ответ один и простой. Левые всегда делают все, чтобы народ был безоружен. Открывать, если будут убивать преступники. Главное, чтобы народ был беззащитный перед лицом власти и силовых структур государства. Эта политика всеобщая, исключение, социализм не знает. Кто социалисты, кто издавал эти приказы, привет верховному суду. Где-то и как-то. Да, наш прекрасный верховный суд. Конечно, Веллер не жил в Израиле. Веллер жил в Израиле больше года в общей сложности. Из них семь месяцев с семьей. Веллер прилетал в Израиль в общей сложности десять раз и прочее, прочее, прочее. Можно подумать, ничего не знает. Для того, чтобы знать прописка, редко бывает необходимо, когда из вещи общего, понимаете, характера, совершенно понятного всем. Потому что, да, рыба отлично плавает, но она еще не их теолог. Мы это все понимаем. И далее, слушайте, когда резервисты отказывались являться на сборы, мотивируя тем, что они не допустят проведения реформы, это государственная измена, это военный мятеж. Никак иначе. То, что сейчас они не носят погоны, они военно обязанные. Закон на них распространяется. И когда говорят, нет, нет, армия в Израиле вне политики, ни хрена себе вне политики. То есть, по-хорошему, простите, пожалуйста, воднокомандующий вылетает со своего места, если он не ликвидирует этот мятеж. Мятежники сажаются к чертовой матери, потому что без 300 пилотов Израиль обойдется. А вот с разложившейся армией, которая начинает диктовать правительству, государство существовать не может. И все те, кто одобряют и призывают мятеж резервистов, мятеж по политическим причинам, причем они не понимают этой политики, должны идти под суд за подстрекательство к военному мятежу. И никак иначе. Если он этого не понимает, значит он идиот. Все. Это все довольно просто. Вот что делается. Понимаете, какая история? И кроме того, совершенно понятно, что все силовые ведомства подчиняются соответствующим министрам. Здесь очень интересно. Когда были заявления богатства типа полиции, начальник полиции должен подчиняться только закону. Что значит только закону? Верховному суду, что ли? То есть напрямую закону, который толкует Верховный суд, а стало быть министр здесь сбоку. Верховный суд будет указывать, как нужно действовать полиции. О чем здесь говорить? И здесь, понимаете, еще одна вещь. В Израиле левые очень любят говорить, что они никакие не левые. Что они просто нормальные люди, у них просто нормальные взгляды, а они никакие не левые. Типа, как один идиот заявил какое-то время назад, мне плевать, будет вы Америке Трамп или Байден. То есть после этого человек уговорится, мужик, ты дурак, и больше к нам не заходи. Это значит, ему все равно, получит Израиль оружие или не получит. Ему все равно, получит арабы газы 10 миллиардов долларов или не получит. Ему все равно, не утвердит резолюцию антиизраильскую очередную Соединенные Штаты не утвердит или утвердит. То есть, каково было Израилю при Байдене и каково было Израилю при Трампе, а ему пофиг. Простите, пожалуйста, это человекомственно неполноценный. Это относительно того, что левый не левый. Левые сегодня это люди, которые придерживаются той точки зрения, по факту придерживаются, по своему голосованию, по своим воззрениям, по тем личностям, которых они поддерживают и которых они опровергают, взглядов следующих. Первое. Все должны быть равны. Бедные, богатые, умные, глупые, евреи, арабы и так далее, должны быть равны. В этом равенстве тот, кто живет лучше, по факту виноват, а тот, кто живет хуже, по факту угнетен. Вот люди, придерживающиеся этих взглядов, это современные классические левые. Второе. Никаких национальных государств не должно быть. Все государства должны быть абсолютно открыты. Государственный суверенитет – это пережиток. Национальная самоидентификация – это пережиток. Везде должна быть салатница, как выразили в Соединенных Штатах те самые классические левые. Таким образом, при такой системе взглядов Израиль не будет существовать вообще. Это надо понимать, что такое левое. Третье. Правые это люди, которые считают, что человек должен быть максимально самостоятельно и экономически, и политически, и идеологически, и как угодно. Он должен сам принимать решения, сам его выполнять и сам за него отвечать. Государство – это ночной сторож. Оно борется с преступниками, оно не позволяет людям резать, убивать, обманывать друг друга, а больше ни во что оно не суется вообще. Вот это право. левые же полагают, что государство должно быть сильное, централизованное и управлять всем, чем можно. Потому что для того, чтобы у одних что-то отнимать, а другим что-то давать, уже необходим центральный орган. Потому что добром вот отдавать столько те, которые наработали, не будут. Какая-то часть много наработали. Так или иначе жулики, которые нашли чаще легальные способы облапоживать других. Но большинство это люди, которые заработали деньги, гораздо более скромны своим честным трудом. И содержать паразитов они не желают. Они желают, чтобы паразитов не было вообще. Кто не работает, тот не ест. Хочешь, работай, ешь, не хочешь, не ешь, не работай. Вот в Америке это видно прекрасно, когда можно всю жизнь не работать. Этим занимаются уже бездельники в третьем поколении и жить почти так же хорошо, как люди, которые вкалывают на деньги этих людей. Вот те, кто так делают, это левое. Это все очень просто. А вот теперь мы перейдем, стало быть, к тому, каким образом все это возникает, представляется мне, каким образом и почему кого боги хотят покарать, того не лишают разума. А сейчас речь идет об евреев, потому что и американские евреи уже начали наконец прозревать и в Израиле положение крайне тяжелое. Это совершенно всем понятно. Я вот с чего начну. Когда-то, более ста лет назад, великий ум, фамилия его была, Чижевский, сделал очень интересное наблюдение. Он открыл очень интересную корреляцию, то есть соответствие одного другому. Все большие социальные и политические катаклизмы в истории по времени соответствовали тем или иным катаклизмам климатическим. Ну, понятно, что когда происходит засуха огромная или огромное наводнение, то люди бедствуют и это может ввести к каким-то социальным и политическим волнениям. Но вот это постоянное соответствие, а что самое интересное, бедствие в одном месте, а социальные катаклизмы в другом месте, но по времени это совпадает. Вот это Чижевский отметил. Взять годы великих революций, великих нашествий, батюшки светы, годовые кольца на срезах пней, штыри и тому подобные признаки. Дальше то, что удивило меня когда-то опять же давным-давно, это вы понимаете, засухи еще нету, но она будет. Были же когда-то люди, которые без всяких приборов предсказывали и с большой точностью предсказывали, с очень высокой вероятностью, лето будет дождливым или засушливым и тому подобное. Так вот, засухи еще нет, еще толком лет не ступило. Но у антилопы уже меньше детей, она их еще не родила, развивающихся зародышей уже меньше. Антилопа их еще не родила, но у тигрицы будет уже меньше тигрят, на уровне зародышей их меньше. Это о чем? Это о том, что вся биосфера это единая система. Вот все живое, вся органика планеты, это так или иначе, очень косвенно связано. Большинство этих связей мы не знаем сегодня, но это единая система. И катаклизмы в этой системе с уровня сугубо физического переходят также на уровень социально-политический. Это надо иметь в виду. Вот Гумилев мучился над этой проблемой. Он пытался понять, каким образом вдруг практически в одно и то же время в разных точках Земли независимо друг от друга возникают великие цивилизации, начинаются великие движения. Причем, если поставить точки на глобусе, то это получается прямо-таки какая-то линия. Он выдвинул ту теорию, что это из космоса идет какой-то мощный энергетический посыл, люди его впитывают, он передается в генах, но постепенно он теряется. Гумилевская теория пассионарности. Она не представляется мне верным, как очень многим не представляется, но то, что в этом есть рациональное зерно, это безусловно. Интересно, что это напоминает Родиант Пильмана из повести Стругацких «Пикник на обочине». Желающие могут прочитать, «Пикник на обочине» Родиант Пильмана. Очень интересно. Там тоже точки посещения, как будто на одной линии, как будто выстрелы пошли из какой-то точки галактики, а Земля вращалась, и вот они шли по этой вот кривой. Так вот, здесь, что касается активности биосферы, вот какая вещь. с нарастанием этой активности делается больше наводнений, больше засух, более резко колеблются температуры. Это то, что вполне подходит к последнему времени. И одновременно, когда нарастает вот это напряжение в биосфере, когда размахи от плюса к минусу больше, это сказывается и на том, что нарастает напряжение в социуме. Поскольку материя, она существует, как попросту сказал он, не первый, но он хорошо формулировал. Герберт Спенсер в основных началах. Материя существует в трех видах. Неорганическом, органическом и социальном. И вот то, что существует на уровне органики, сказывается так же и на уровне социума. Это все достаточно просто. Мы все состоим из атомов. Каковы атомы появились в среднем 4,5 миллиарда лет назад при взрывах сверхновых. Вот с тех пор эти атомы распадались и складывались в новые структуры, все более сложные, до тех пор, пока они сложились в нас на какое-то время, на время человеческой жизни. Потом эта система опять распадется на свои атомы, но эти атомы никуда не деваются, вот что интересно. И вот эти атомы, которые во всей атмосфере и которые в людях, и они, как это сказать, типа родственники, они типа в одной системе, в биосфере Земли. И когда начинает нарастать напряжение в социуме, что происходит? Здесь надо сказать еще об одном законе, о законе самоусложнения системы, или структур. В нашем случае, я еще не буду читать лекцию по постпозитивистской философии с вами, в нашем случае, вот если есть тысячи человек, и эти тысячи человек, говорят, стрижено, то всегда найдется пара человек, которые скажут, брита. Если ты ста тысячам человек скажешь дважды два, четыре, то найдется несколько, которые скажут, а хрен его знает, может четыре, а может нет. А что это собственно значит? А ведь существуют и другие системы счисления, а если двоичная система счисления, это у нас будет уже не так, и тому подобное. То есть, почему люди спорят? Потому что в этих спорах пробуются, вот как будто из какого-то шара, такие тоненькие тоненькие усики, так мягко выстреливают, на секундочку, в разные стороны. В какую сторону можно двигаться, в какую сторону можно видоизменяться, в какую сторону можно понять наше мышление, наиболее адекватно отвечая на вызовы времени, потому что все меняется. Людям свойственно спорить друг с другом, даже о самых простых вещах. И дело не в том, что один понимает, а второй не понимает. Есть уровень самоутверждения, когда нужно самоутвердить свою точку зрения над другим. Есть уровень самоутверждения, чтобы подняться выше в социальной пирамиде иерархической. И есть подход. Вот если говорят так, то я должен открыть что-то новое. Спор против очевидных истин – это всегда попытка открыть новое, всегда попытка сказать, а может быть это не так, а может быть небо – это не твердь, а бесконечная пустота. А может быть земля не плоская, как понятно всем людям, а круглая и тому подобное. Но доказывает это один из многих миллионов, которые остаются гением. Еще десять гениев затаптываются, их освистывают, осмеют, говорят, что они идиоты. А еще, допустим, сто или тысячи человек действительно идиоты, которые спорят из принципа, но если не будет тысячи спорящих идиотов, не будет и одного гениального, который докажет, что земля круглая, а не плоская и так далее. Вот что означает спорить. И при этом, чем выше психическая энергетика членов социума, или говоря иначе, понятнее всем, чем выше психическая энергетика народа, тем более этот народ склонен спорить друг с другом. теперь привет всем евреям. Давно известно два еврея, три мнения. Давно известно, что из-за яростных междоусобиц и погиб второй храм. Ну, это вообще известная вещь. И так далее. Вот поэтому евреи очень спорят. Чрезвычайно. Но когда напряжение нарастает, то эти споры принимают уже разрушительный характер. Разрушительный для страны, народа, государства, порядка вещей. Почему? Потому что людям очень трудно понять. Хотя они слышали фамилию Фрейда, а некоторые даже читали, а некоторые даже знают, что такое неофрейдизм. Некоторые понимают связь психоанализа с политикой. Собственно, философская школа франкфуртская этим и занималась в одной из основных направлений. Но им не понять, что в основе лежит эмоция, стремление, вот недифференцированная, считайте, иррациональная психическая энергия, а разум её оформляет в исполнении желания. Так вот, в основе лежит стремление спорить больше. Это, представьте себе, вот этот вот бак с водой. Или это огромная ёмкость с воздухом. И вот внизу горелка, она начинает нагреваться. Температура жидкости или газа в этой ёмкости повышаются. Что это означает на уровне, скажем, условно, броуновского движения молекул? Они начинают быстрее перемещаться. Они начинают чаще сталкиваться друг с другом и сталкиваться друг с другом с большей силой. Вот в социуме с повышением напряжения происходит то же самое. И люди, у которых вот здесь вот стремление спорить потому что доказывать своё, потому что вот это стремление искать как можно иначе не стрижено обритом, это стремление усиливается, повышается. Но человек, кто не понимает, он ищет аргументы. Ему нужно вот рациональным образом в голове на уровне слов обосновать, что он прав. Ему просто хочется, но ему знать, что он прав. Вот понимаете, какая история. И вот это стремление, это повышение температуры, вся эта борьба совершенно бредовая, вы понимаете, все эти действительно увеличивающиеся размахи температур не первый раз в истории. Так и цивилизация гибнет не первый раз в истории. Из-за того, что кто-то насчитывал три цивилизации, а кто-то, я знаю, 20 цивилизаций, все равно все цивилизации гибнут раньше или позже, потому что бесконечных систем не существует. Это может относиться к системам органическим, неорганическим и социальным тоже. Что такое систематика? Это совершенно отдельно, но еще задолго до того, как возникло само слово система, вот в этом смысле. Люди знали, что вечного государства не бывает, что время жизни цивилизации, может быть, тысячи лет, может быть, полторы. Почему это происходит, сказать не могли. Но одни говорили, что так решают боги, а другие, что в сытости люди дрябнут, и тогда приходят варвары, их вырезают, а третьи, что римляне отравились водой, потому что были свинцовые трубы, водопроводи и тому подобное. Любая система сама в себе несет зерна своей гибели. У меня об этом написано, сейчас я не могу долго рассуждать, но система она себя совершенствует, 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 и в конце годов этот дом с миллионом подпорок начинает рушиться по тяжестью всех этих подпорок и прочее. А кроме того, когда цивилизация создается, то востребованы и хвалимы одни качества, храбрость, твердость, мужество, терпение, выносливость, а когда цивилизация достигает вершины, ценятся совсем другие чувства, лояльность, толерантность, да и вообще живи спокойно, живи сам и давай жить другим. И когда приходят люди, подобно его предкам, строившим цивилизацию, то они их вырезают перочинными ножиками на улицах. Потому что и сегодня Израиль может выкинуть всех арабов за пределы Палестины. Но он этого не делает. Потому что современные представления, мировая общественность, а как же так? Печки, лавочки, 40 бочек арестантов. Почему не выкинут всех этих с палестинскими флагами и лозунгами смерти Америки и Соединенных Штатов? Это можно сделать в 24 часа. Еще 24 посадить на пароходы и отправить куда угодно. Пусть живут на Магагаскаре и там скандируют хором и подпрыгивают. Этого не делается, потому что то и сё и третье и пятое. Вот, ну, все это аспекты гибели цивилизации. Так вот, когда градус нагрева ситуации социальной высок, ну, вот нагрева, вот везде, вот совпадает фаза развития цивилизации. И вот эта фаза развития еще подогреваема вот этими климатическими размахами и катаклизмами. Вот здесь и возникает катастрофа бронзового века и прочее, прочее. И вот сейчас в Израиле среди народа, который считается столь интеллектуальным, масса дураков, которые несут жуткую ересь, не потому, что они по жизни идиоты, а потому, что им необходимо спорить, им необходимо говорить не стрижено, а брито и пытаться это доказывать. Они доказывают кто угодно, только не Биби, например. Или, что диктатура суда это демократия, а демократия это диктатура. Совершеннейший верх абсурда. Но людям надо говорить поперек. Людям надо писать поперек кленованной бумаги. Вот потому, что им необходимо как-то бунтовать против сложившегося порядка. Чем больше подогреют, тем больше будет бунта. Вот это происходит сейчас. И бороться с этим аргументами, убеждениями практически невозможно. Это действуют уже объективные законы истории и бороться с ними до чрезвычайности проблематично. И вот поэтому в такие времена, как сейчас, люди не слушают Кассандру и продолжают говорить друг друг вещи, которые можно назвать только поразительным идиотизмом. И которые могут объясняться не на вот этом вот уровне слов и аргументов, а на уровне того самого устройства мира, на уровне термодинамики, на уровне энергетики, на уровне социальной психологии, ни на каком ином. потому потому что спорить и доказывать нет-нет, вот этот хороший, этот плохой абсолютно бессмысленно, они все равно ничего не поймут. То, что я сказал сейчас, тоже не все поймут. Но если поймет хоть что-то, то уже хоть что-то, хоть одна ничтожная пылинка вот легла на нужную чашу весов. Вот все, что я могу сказать. Знаете, Михаил Иванович, я вот слушал, что вы говорите, но это, честно говоря, шоковая информация. Честно говоря. Спасибо вам огромнейшее за интереснейшую беседу. Друзья, я напоминаю, вы слышали точку зрения писателя, философа Михаила Иосифовича Веллера. Я напоминаю другое. Выводы сделаны только вам. Подписывайтесь на канал Нью-Рашворд, обязательно подпишитесь на канал Михаила Иосифовича, ссылка будет дана в заголовке и до встречи. Спасибо большое, извините за то, что услышали.